Добрый день, уважаемые коллеги, это обзорников компании Тикмилоса, и я Артур Идзиатурин. Китай заявил в пятницу, что отменит часть импортных торгов на соевы, бобы и свинину из США, несмотря на череду противоречивых заявлений и решений, в частности со стороны США, которые отбрасывают прогресс назад, коренной тренд на разоружение сторон, похоже, остается в силе. Освобождение от тарифов будет основываться на соответствующих заявках отдельных китайских фирм, заявило Министерство финансов в пятницу. Тем не менее, ведомство не предоставило точной цифры, что затрудняет оценку, масштаб этих уступок. Китай ввел 25% тарифы на соевы и свинину из США в 2018 году в качестве контрмер к карательным пошлинам США, которые были, в свою очередь, призваны принудить Китай к справедливому обращению с иностранными компаниями. Однако, значение жестов доброй воли Китая для хода переговоров находится под большим сомнением. Если рассмотреть ситуацию с запасами и инфляцией цен на свинину в Китае, на данном графике синяя кривая – это инфляция цен на свинину в годовом выражении, а черная кривая – это, соответственно, запасы. Как видно, инфляция в годовом выражении в 2019 году примерно к середине, точнее к концу года, составив более 70%, а запасы снизились почти вдвое. Дополнительные ограничения в поставщиках, которые способны поставить необходимый объем и низкий потенциал перестройки цепочек поставок, говорят о том, что Китай вынужден отменять некоторые тарифы, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Ранее я также писал, что разница в сезоне сбора урожая во северном и южном полушарии затрудняет для китайских фирм переориентацию на бразильские поставки сельхозпродукций, что является переговорным преимуществом США, но важно отметить только в летний-осенний период, когда Бразилия не может обеспечить поставки, их обеспечивает США. Второй важный момент касательно импорта свинины – это празднование Лунного Нового Года, период празднования этого праздника. В этот период потребление свинины в Китае достигает пика, поэтому сейчас растет как спрос на освобождение тарифов со стороны китайских фирм, так и стимулы правительства эти освобождения даровать. Последние данные по импорту США, в том числе субкомпоненты импорта в непроизводственном и производственном индексе активности от ICM, указали на снижение объемов импорта преимущественно из Китая. Торговый дефицит сократился до минус 47,2 млрд долларов, максимум с июня 2018 года. Импорт из Китая упал до трехлетнего минимума в октябре, в свою очередь экспорт в Китай из США упал до однолетнего минимума. Также об уровне эскалации сейчас красноречиво говорит месячное изменение экспорта подсоверных лобов из США в Китай, которое составило минус 42%, упало до 1,1 млрд долларов. В октябре нетрудно понять причину падения, если принять во внимание, что приближается период созревания бразильского урожая, это февраль-май, поэтому у Китая сейчас меньше стимулов, если они вообще есть сейчас, чтобы освобождать от тарифов на соевые бобы. Менее очевидные моменты касательно торговли соевыми бобами, на которые стоит также обращать внимание, учитывать в ходе переговоров в том, все-таки как изменится тренд в покупках Китаем сельхозпродукции из США, это содержание протеина в асоевых бобах, содержание которых в последнем урожае в Бразилии снизилось, и как следствие это подразумевает, что удельный вес полезного сырья, будем так говорить, при производстве корма, также снижается. И также стоит уменять классическую перевалку, то есть экспорт соевых бобов из США через Бразилию в Китай. На это также может в итоге обратить внимание Дональд Трамп, как он это сделал с Вьетнамом, который как раз-таки был основным бенефицаром торговой напряженности между США и Китаем. Была статистика, я также показывал, что экспорт Китая во Вьетнам, именно тех товаров, которые Китай экспортирует в США, резко увеличилось, что говорит о том, что Вьетнам был такой прокладкой. Как бы есть сейчас такие спекуляции, есть даже и как бы и некоторая статистика, которая указывает, что Бразилия в плане сельхозпродукции также может являться такой, мы говорим, прокладкой. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.